переходим к следующему вопросу смотрю что там у меня записано и так а следующий вопрос это не вопрос эта ситуация которая произошла у меня в одной группе что интересно так получилось что у меня в одной группе сразу три мамы фактически две задали один и тот же вопрос а третья мама относится к этим двум по одному лишь так сказать фактору мягкий характер у мамы и ребенок соответственно норовит сесть на голову и так сказать начать командовать что интересно интересно что во всех трех случаях дети в каком-то смысле вот чуточку похожи причем непонятно похожи они по сути или потому скажем так вот срезу как я их вот вижу у себя там да на занятиях своей педагогической практике значит как это выглядит да но это активные это три активных ребенка активных в плане того что они такие непоседы они границу очень хорошо взрослого готовы проверять на прочность прям двое из них так хорошо готовы границу проверять на прочность что они просто могут подойти к твоему столу начать брать у тебя что-то со стола пытаться ковыряться в твоем ящике и собственно говоря ты же не остановил но а раз ты не остановил значит что значит можно кто определил что можно ну ребенок сам определил что можно но он просто хочется он делает то есть у него как бы нет это что это вот учитель да там это мы как-то наверное нельзя скорее всего нельзя мама рассказала может быть попадал в такие ситуации то есть вот этого всего нет ребенок просто начинает это связано с тем что как он может просто так встать из-за стола и там начать тебе просто бегать по классу например да вот ну вот вот такие вот вещи вот у этих всех у этих всех трех детей у двух из трех это вот ярко сильно выражено вот прям очень сильно выражено и тут вопрос что делать маме которая вот четко понимает что характер мой мягкий я не то которая будет орать я не та мама которая будет например там сильно скажем так там рукоприкладством точно заниматься не будет вот но получается что иногда когда уже вот вот это все накопилось и она уже вот вот просто уже вот тут все подошло вот это вот непослушание вот это все да то в принципе я конечно могу на я могу разораться серьезно ну потому что эффект переполненного ведра да то есть воду наливаем наливаем а уже дальше ведра нет вода что через край ну вот ну то же самое здесь значит я бы если вдруг кто-то сейчас из слушающих это видео из присутствующих в эфире или смотрящих это видео тоже узнал себе маму с мягким характером с которой ребенок поступает ну где-то вот похожим образом то я бы вам посоветовал начать буквально с одного осадной техники которая замечательным образом описано в книжке джона грея дети с небес и эта техника вот следующим заключается то есть когда ребенок начинает делать что-то свое наступать вам на границе вы хотите попросить его что-то сделать он не делает вы понимаете что ваш мягкий характер приводит к тому что вы вам трудно с ним договориться он садится вам на голову он делает то свое с чем вы очень сильно не согласны повлиять вы на это не хотите но в принципе у вас есть понимание что вот сейчас можно сказать ребенку подожди я это делать нельзя например или там отойди от печки там не зажигай газ например да нет вы понимаете сказать так надо но вы может даже какой-то момент уже отчаялись и думаете да смысл мне сейчас это говорить он все равно не отойдет он все равно будет это делать я сейчас знаю что будет вот я знаю я ему скажу раз я ему скажу два потом я буду орать на него и потом буду себя ругать за то что я орала а он а мы ну и как бы он уже отойдет просто из чувства страха потому что мама просто вдруг резко стала немножко неадекватная как будто бы а ну и вдруг мне там прилетит то есть вот только такой способ как бы до доступен то вот эта техника замечательно подходит вот например в этой ситуации до ребенок подошел к печке к плите начал играться и вам надо его как-то оттуда убрать эта техника выглядит немножко странно только лишь на первый взгляд но когда вы начинаете ей пользоваться может даже будет такое что в первый раз будет ей пользоваться и просто даже 1 смеетесь а раз смеетесь вы потому что вам станет смешно что вы так делаете какой-то техники с casa а потом станет смешно что это сработало техника заключается в следующем когда мы хотим ребенка о чем-то попросить у нас такая запущенная ситуация начинаем его просить повторяют одну и ту же фразу без эмоционально до тех пор пока ребенок не сделает то, о чем вы его попросили. Например, подошла Машенька к печке, начала играться. Вы говорите, Машенька, отойди, пожалуйста, от печки, это опасно, я не хочу, чтобы ты там игралась, это опасно для тебя. Ну, Машенька, естественно, ну, мама, с мягким характером, я могу все равно, буду играться этой печкой столько, сколько захочу. Я уже это делала много раз, и не только с печкой, мне плевать. Я продолжаю. Машенька, я хочу, чтобы ты сейчас отошла от этой печки, это опасно, отойди, пожалуйста. Просто Машенька опять думает, ну, понятное дело. И вот не начиная кричать, не начиная говорить так, Машенька, ну что ж ты, уже да, там вы устали, да, например. Нет, вот монотонно, безэмоционально вы повторяете свою родительскую просьбу, которая звучит одинаково. И может быть такое, что в первом раз, когда вы будете это делать, второй, третий, пятый, поначалу вам предстоит это сказать, играть действительно, ну, очень много раз. Например, десять. И когда, и вот здесь вы можете рассмеяться, что вы просто как попугай сидите и повторяете, что вообще непонятно, что за техника идиотская какая-то. Вот, а вы говорите, Машенька, я хочу, чтобы ты отошла. Машенька, я хочу, чтобы ты отошла. Печкой нельзя играться. И вот вы говорите это, говорите, говорите, и уже думаете, бред какой-то. И в какой-то момент вы понимаете, что Машенька отошла. И перестала ей играться. И вы дальше попробовали сделать еще то же самое. А дальше попробовали сделать еще то же самое с каким-то другим. И потом вы понимаете в какой-то момент, что то количество раз, которое вам пришлось повторять, когда вы первый раз воспользовались этой техникой родительских просьб, вот в таком виде, это было смешно и много. А в дальнейшем вы понимаете, что количество раз уменьшается, и ребенок начинает вас быстрее слушаться. Что здесь самое ценное? То, что ребенок стал более послушным, и с ним стало легче договориться, не методом насилия, не методом устрашения, не методом запугивания какого-то, а методом того, что ему просто доходит информация, которую вы хотите дать, при этом вы не раздражены, при этом вы проявляете определенную твердость в том, что вы стоите на своем и повторяете это не единожды, и готовы это повторять и дальше, до того момента, пока не добьетесь своего. Ребенок начинает понимать, что если меня о чем-то попросили, эта просьба не будет единоразовой, если я не сделаю, все-таки мама своего добьется. Отношения с ребенком не ухудшились, потому что вы не поддались эмоциями, просто у вас правило такое, вам деваться некуда. Вы безэмоционально говорите одно и то же, до того момента, пока ребенок не сделал. Все. Но говорите это твердым голосом. Конечно, тут как бы да, опять золотая середина. То есть не мягким, Машенька, отойди, пожалуйста, печка опасна для детей, отойди, пожалуйста. Не вот таким, но и не таким, что Машенька отошла, я сказала. Так делают другие мамы, которые мягким характером никогда не отличались. А вот средняя интонация, но твердая, вот она приводит к такому. Поэтому я бы вам советовал пользоваться этим, если вдруг вы сейчас, кто смотрит это видео, увидели в себе вот такую мягкую маму, которая не всегда может достучаться до своего ребенка, а хотелось бы. Причем безопасно, причем эффективно. Вот это для вас как раз техника. Родительская просьба. Монотонно повторяем, безэмоционально, но твердо, до того момента, пока ребенок не сделает то, что нужно. Ну и, конечно, это не должно быть что-то длинное такое, да, там, например, Машенька, отойди, пожалуйста, от печки, потому что там есть газ, который может на тебя как-то так плохо повлиять, вызвать отравление, и потом тебе будет плохо, или ты зажжешь искру, и там пойдет огонь, и тра-та-та-та-та-та, и тра-та-та-та-та, а потом надо повторить это второй раз, и это опять на полчаса текст. Нет, вы формулируете, конечно же, кратко. Конечно же, там нужно, чтобы было понятно, каков там главный посыл, а не, это не лекция про изнесенное 10 раз. Это, грубо говоря, команда, да, отойди, пожалуйста, от печки. Пожалуйста, от печки отойди. Я тебя еще раз прошу, отойди от печки. Я хочу, чтобы ты отошла от печки сейчас же. Отойди от печки. Вот таким образом. И поначалу, повторюсь, это может быть немножко смешно и странно, потом привыкнете, а потом поймете, что количество раз сократилось. Идем к следующим вопросам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!